В руках у... Оксана, покажи, пожалуйста, Оксана. То есть, мы, получается, в русскоязычном пространстве очень богаты, но свое богатство мы не осознаем и не ценим. На русский язык переведены веды, но они их не знают, а говорят о каких-то других, не переведены. Так вот, трехтомник Татьяны Яковлевны, ригведы, и трехтомник от Хармаведы, это наше достояние. И чтобы это достояние сделать доступным, вот такое бумажное издание, как у Оксаны в руках, оно стоит 25 тысяч рублей на сегодня. Но это достаточно дорого, и поэтому в 2013 году я озадачился тем, чтобы сделать эти вещи доступными, и мы начали создавать параллельный санскритско-русский корпус. И теперь все доступные на русский язык переводы, ригведы, аторловеды, макавкараты и рамайаны на сегодня уже доступны сети. То есть проблема с текстами в том, что они... В интернете существуют разных странных видов, и обычно непроверенно. Мы же потратили 9 лет нашей жизни, чтобы, наращивая объем, удерживать качество. Качество распознавания текстов. И это тоже немаловажно, потому что одна опечатка в санскрите может привести к, не знаю, к облысению, к вызову любовника вместо рамы. В общем, последствия необратимы. Опечатки опасны. Опечаток много. Даже в бумажных книгах. Для этого и нужна грамматика. То есть как бы хорошо грамматику не знала Татьяна Яковлева, вам это не поможет. Вы будете делать те же ошибки, которые делали люди в течение последних трех тысяч лет. А одни и те же ошибки. Чтобы уметь читать рекведу, есть отдельная книга, которая описывает, как читать рекведу. То есть в Индии по каждому поводу есть отдельная книга. Есть отдельная книга, как читать рекведу. Так как правильно прочесть рекведу ни я, ни Оксана не осмелимся, то мы зачитаем перевод из десятой, наиболее поздней мандалы, гимн к священной речи Ваджи. Но перед тем, как Оксану зачитает, я скажу, чем он особен. В десятой мандале есть около пяти гимнов восхваления, самовосхваления. И это как раз такой гимн, где ваач, то есть ваак, речь, она прославляет себя. Это единственный гимн во всей рекведе. Больше тысячи гимнов. Один-единственный гимн. Но он написан настолько богато, таким интересными отсылками, что каждый, кто изучает лидийский язык, рано или поздно переводит этот гимн. Ваджи, персифоникация абстрактного принципа, возвеличена на уровне космогонической силы. Так говорит Татьяна Яковлевна. Последовательность мыслей в гимне такова. Священная речь, как хвоебная песня, сопровождает богов. Но она выше их, она их несет. Она распределена по многим местам, при том, что едина. Она дает силу жизни всем существам, возвеличивает людей и богов, вызывает словесные состязания, пронизывает собой мироздание, увлекает всех за собой. Итак, мы заслушаем русский перевод исполнения Оксана. Я двигаюсь с Рудрами, с Васами, я с Адитиями и со всеми богами, я несу обоих Митру и Варуну, я Индру и Агни, я обоих Ашвинов, я несу Сому, пьющего через край, я Тваштара, а также Пушана, Бхагу, я создаю богатство, возливающему жертвенный напиток, очень ревностному жертвователю, выжимателю, Сому. Я повелительница, собирательница, сокровище, сведущая, первая из достойных жертв. Меня такую распределили боги по многим местам, меня, имеющую много пристанищ, дающую многому войти в жизнь. Благодаря мне ест пищу тот, кто смотрит, кто дышит и кто слышит сказанное, не отдавая себе отчета, они живут мною. Внимай, о прославленный, глаголю тебе достойная веры. Я ведь сама глаголю то, что радует богов и людей. Кого возлюблю, того делаю могучим, того брахману, того риши, того мудрым. Я натягиваю лук для рудры, чтобы его стрела убила ненавистника священного слова. Я, вызывая состязание среди народа, я пропитала собой небо и землю. Я рождаю отца на вершине этого мира. Мое лоно в водах, в океане. Оттуда расхожусь я. Во всем существам и касаюсь теменем того неба. Я ведь вею, как ветер, охватывая все миры по ту сторону неба, по ту сторону этой земли, какая я стала величью. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok